Армения нарушила режим прекращения огня. Азербайджанский военнослужащий получил ранение. 50 тысяч демонстрантов в Киеве призывают Запад ввести санкции против тех, кто виновен в избиении митингующих. Азербайджан понес горькую невосполнимую утрату. На 28-м году ушел из жизни гроссмейстер Вугар Гашимов. В результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Армении в то узком направлении фронта ранен солдат азербайджанской армии. Это рядовой таптык Ахадли Фирдов Сеоглу, 1995 года рождения. Он был призван на военную службу в октябре 2013 года Уджарским районным отделом госслужбы по мобилизации и призывы на военную службу. Также вооруженные армянские подразделения подвергли обстрелу нашей позиции, расположенной близ села Алибей Литовского района, с позиций расположенных близ села Айгепар Бердского района Республики Армения. Мировым державам удалось договориться с Тегераном о приостановке его ядерной программы. Соглашение между Ираном, пятеркой постоянных членов Совбеза ООН и Германии вступит в силу 20 января. В качестве ответной меры с Ирана будет снята часть экономических санкций. Соглашение между нами и шестеркой стран в отношении методов исполнения первого шага совместного плана, известного также как Женевское соглашение, готово. После того, как промежуточное соглашение вступит в силу, Тегеран, пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия начнут обсуждать окончательную версию документа. Им предстоит преодолеть разногласия во взглядах на ядерные разработки Ирана. Руководство страны называет их цели исключительно мирными. Но страны Запада подозревают Тегеран в обогащении урана до оружейного уровня. По словам госсекретаря США Джона Кэрри, следующая фаза переговоров будет очень сложной. Мы прекрасно осознаём, что нас ждут ещё большие сложности в переговорах по окончательной версии соглашения. Мы понимаем, что эти переговоры будут тяжёлыми. Но это наша лучшая возможность, чтобы разрешить жизненно важные вопросы национальной безопасности мирно и на долгий срок. Президент Барак Обама сказал, что США и другие страны начнут небольшое послабление международных экономических санкций в отношении Ирана, если страна будет выполнять взятые на себя обязательства. Информационные агентства сообщают, что первый транш размороженных средств Исламская Республика может получить уже в первых числах февраля. На Майдане незалежности в Киеве прошло первое в этом году Народное вече. На площади собрались не менее 50 тысяч демонстрантов. К старым лозунгам об отставке правительства и досрочных выборах добавились и новые. Евромайдан поддержал предложение оппозиции об обращении в Европейский суд по правам человека с просьбой ускорить процесс по делу осуждённой экс-премьеры Юлии Тимошенко. Оппозиционные лидеры также призывают Запад ввести санкции против тех, кто, по их мнению, виновен в жестоком разгоне мирных демонстраций. У нас есть ключевое требование к нашим западным партнёрам. Пришло время действовать. Первый, кто должен быть включён в список для западных санкций, это министр внутренних дел Захарченко и вся их банда, которая давала команды бить людей. Призывы к введению санкций против чиновников зазвучали с новой силой. После того, как в ночь на субботу во время столкновения митингующих и спецназовцев бойцы Беркута избили оппозиционера и бывшего главой МВД страны Юрия Луценко, он был госпитализирован в реанимацию. Оппозиция назвала атаку покушения на убийство. 15 января в Вашингтоне состоится посвящённое ситуации на Украине заседание Комитета по международным делам Сената США. Евромайдан намерен отправить туда своего представителя с просьбой о введении санкций в отношении украинских министров и чиновников. Накануне тысячи израильтян собрались возле парламента, чтобы попрощаться с бывшим премьер-министром страны Ариэлем Шароном. 11 глава правительства Израиля умер на 86-м году жизни. После 8 лет непрерывной комы у него отказали внутренние органы. Генерал Шарон участвовал во всех четырёх войнах на территории Израиля, буквально перекроивших Ближний Восток. Его превозносили за борьбу с палестинскими террористами и осуждали за резню в лагерях палестинских беженцев, которые его признали косвенно виновным. Шарон активно способствовал заселению отвоёванных арабских территорий и неожиданно для многих стал в 2005 году инициатором эвакуации еврейских поселений из сектора Газа. Решение, которое многие из его сторонников осудили. Шарон покинул партию и основал свою собственную, но в 2006-м пережил обширный инсульт и впал в кому, из которой уже не вышел. Он вёл нашу страну с самого начала через войны и политические взлёты, и падения. Можно соглашаться или не соглашаться с тем, что он сделал с Газой. Но я думаю, что этот человек отдал всю свою жизнь еврейскому народу и государству. Он войдёт в историю нашего народа как великий лидер. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Израиля Шимону Пересу в связи с кончиной Ариэля Шарона. В письме говорится, глубоко опечален известием о кончине бывшего премьер-министра государства Израиль, выдающегося государственного и политического деятеля Ариэля Шарона. Разделяя вашу скорбь в связи с этой тяжёлой утратой, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семье и близким покойного, всему народу Израиля. Похоронят Ариэля Шарона с воинскими почестями на его семейной ферме, рядом с могилой жены Лейли, которая умерла в 2000 году. Ожидается, что на церемонию погребения прибудут лидеры ряда стран. Азербайджан понёс тяжёлую утрату. На 28-м году жизни скончался один из сильнейших гроссмейстеров не только Азербайджана, но и всего мира – Вугар Гашимов. Согласно Фиде, Вугар Гашимов выиграл на различных турнирах 138 партий, 210 поединков сыграл в ничью и 43 раза проиграл. Белым цветом Гашимов выиграл 82 партии, чёрным – 56. Вугар занимал 11-е место в рейтинге Фиде. Первое своё соревнование он выиграл в 10-летнем возрасте, тогда и стал чемпионом страны по шахматам. Международный триумф пришёл к Вугару Гашимова в 2009 году, когда он в составе национальной сборной Азербайджана стал чемпионом Европы. На самом деле вот этот шахматист был звеном, так скажем, команды. Он был очень важным лицом команды. Он очень был сильным соперником для шахматистов, гроссмейстеров из других стран. Мы очень явно видим, что шахматисты из разных стран мира, все говорят о том, что это очень большая потеря не только для азербайджанского шахмата, не только для азербайджанского спорта, а для шахмата всего мира, потому что, как вы знаете, сильные шахматисты рождаются очень редко. Вугар Гашимов – один из самых успешных воспитанников бакинской шахматной школы, откуда в своё время вышли такие всемирно известные гроссмейстеры, как Гарри Каспаров и Таймура Джабов. Одним из главных личных достижений Вугара Гашимова была победа на престижном новогоднем турнире в Реджо Эмилия в Италии в 2011 году. Но главный успех – это бесспорно победа на чемпионате Европы 2009 года в составе сборной Азербайджана, где Вугар принёс решающее очко в последнем матче с Голландией. Наивысшим показателем в рейтинге Фиде для Вугара был коэффициент 2761 очко в январе 2012 года. Именно тогда, на пике формы, его сразила тяжёлая болезнь. Вугар Гашимов скончался 11 января 2014 года в клинике немецкого города Хайдельберг. Василий Попов, Хаяла Мамедова, Арас Мамедьяров, Сибиси. В Азербайджане будет свой собственный завод по производству и ремонту пассажирских вагонов. Министерство транспорта уже провело переговоры со швейцарской железнодорожной группой «Стадлер», по итогам которых было принято решение о создании совместного предприятия. Уже определено и место строительства завода. Он будет находиться на базе вагонного депо в Генжи. Проект уже находится в разработке, и в будущем мы начнём производство вагонов со спальными и сидящими местами. Кроме того, будет ещё и предприятие по ремонту вагонов. Раньше мы отправляли вагоны для ремонта в Россию, Чехию и Украину. Это обходилось дорого, поэтому президент дал указания о строительстве этого завода. Уже начался процесс подготовки к строительству. Разработано технико-экономическое обоснование. Завод планируется сдать в эксплуатацию в ближайшие два года. Компания «Стадлер» представит также вагоны для железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс». Мы ведём переговоры с этой компанией о приобретении 30 пассажирских вагонов для запуска железнодорожного маршрута «Баку-Тбилиси-Карс». Эти вагоны будут полностью отвечать европейским стандартам. Вагоны будут приобретены до конца 2014 года. Строительство железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс» также планируется завершить в конце текущего года. В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты 71-й премии «Золотой глобус», присутствуемые иностранные трясы, аккредитованные при Галимуде. Лучшим драматическим фильмом объявлена работа Стива Маккуина «12 лет рабства». Картина основана на реальных событиях. Слуга, ослушавшийся господина, будет побит палками. В номинации «Лучший фильм» на иностранном языке победила лента итальянского режиссера Пауло Соррентино «Еликая красота». Среди анимационных фильмов «Золотой глобус» достался работе диснеевских мультипликаторов «Холодному сердцу». Приз за лучшие песни получила группа U2. Они сочинили композицию для биографического фильма Джастина Чвальвика о жизни Нельсона Манделлы. Он отказался от ненависти не потому, что не испытывал ее, а потому, что только любовь поможет достичь большего. Приз Ассоциации иностранной прессы в Голливуде за лучшую режиссуру получил создатель гравитации, мексиканец Альфонсо Куарон. «Успех картины в удивительных актерах, а Сандра Балак – мой секретный ингредиент». Кроме того, «Золотые глобусы» получили во все тяжкие, ставшие лучшим драматическим телесериалом. И «Бруклин-99», признанный лучшим комедийным сериалом. В Баку прошла выставка фотографа Мушвига Мехтебели. На выставке представлены фотоработы, сделанные в деревне Абьяне, в 40 километрах от Ирана. Изумительный пейзаж запоминается с первого взгляда. Эта живописная долина, в которой и расположена деревня Абьяне, выделяется своей зеленью на фоне окружающих ее голых гор. «Эта деревня привлекла меня тем, что она сохранила свои обычаи. Я случайно увидел фотографию этой деревни, и мне захотелось самому снять ее. В этом селе женщины носят наряды, такие же, как носили их бабушки и прабабушки. Этот самобытный костюм весит 3 килограмма». Посетители выставки открыли для себя древние деревни Ирана Абьяне, о которой они не слышали, но увидев, были в восторге. «Мне очень понравились пейзажи, которые дают нам информацию о деревне. Интересные работы фотографа, где он снял женщин в их интересных одеяниях. Для меня это, признаюсь, новшество». «Мне очень понравилось, я никогда не знала, что в Иране есть такая деревня. Там все сохранено». Деревня Абьяна 15 веков. Работу фотографа Мюшвига Мехцебели прекрасно передали атмосферу узких крутых улочек, лабилентов между старинными домами, построенными из красного кирпича и красной глины. Неспешный образ жизни сельчан. Сурая Гулива, Рафат Аликперов, Сибиси. В ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. Сегодня из года в год популярность старого Нового года растет. Все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года. Гороскоп на 2014 год выдущает много радостных событий. От исполнения заветных желаний до совершенно неожиданных изменений в вашей жизни. И только в лучшую сторону. Те, которые родились под знаком Овна, Льва, Стрельца, если они, не дай бог, сейчас болеют, они выздоровеют. В этом году они болеть не будут. Более того, они будут обладать такой энергетикой, что больной человек будет рядом с ним находиться. Этот больной человек будет уходить выздоравливая. Много удачи, успехов будет у нашего народа. Сам народ по себе будет иметь красивый, добрый, щедрый характер по одной простой причине. Неукоснительно в течение 2014 года в разных сферах будет расти зарплата. Значит, будет много рабочих мест. Для того, чтобы год лошадей вам благоволил, придется потрудиться. Впрочем, для многих знаков год обещает быть очень удачным. Я уже 15 лет приручаю лошадей. Лошадь – существо очень мирное, но умеет за себя постоять. Лошади могут быть и с добрым нравом, и с троптивыми. Ласковое и заботливое отношение человека всегда вызывает у нее ответную реакцию. Доверчивость, привязанность, послушание, безотказанность в работе, готовность верно служить. Лошадь энергична, вынослива, часто нетерпелива. Она любит тружеников и уважает чувство свободы. Поэтому ей вряд ли придется подушение искренности и несправедливости. 2014 год будет нескучным и динамичным. Стремительная и энергичная, но при этом достаточно деликатная и дружелюбная. Синяя деревянная лошадь готова всем помогать и каждого поддерживать. Только в том случае, если сочтет нуждающая в этом достойном тех благ, на которые он претендует. Редактор субтитров А.Семкин